Я приветствую вас, дорогие друзья, из порта Эверетт в штате Вашингтон. На западном побережье я сейчас нахожусь. Одну тысячу миль чуть больше проехал пустым сьюты сюда. И это не просто так, а чтобы забрать определенный груз. Вот вчера здесь в порту загрузился. Вот у нас тут 6-й военно-морской флот в США находится в охранении. На самом деле не 6-й, а какая там мне разница. Ну, циферку же надо какую-то дать ему. А здесь у нас вот такие красивые грузы. Я сейчас тусуюсь на стоянке с крутыми негабаритчиками. Оверсайз лоуд. Вот моя матрешка. Поеду я в далекий штат Огайо. И повезу я оверсайзную вот эту коробку. Ширина максималка 11,4. Это на 3 фута шире допустимой длины. И поэтому я буду ехать по разным интересным маршрутам, дорогие друзья. Чайки красиво скрипят. Доехал я на 4-х осях. Ну ладно, отсюда не видно. Просто какие здесь интересные варианты. Вот слева Кайлен Сиберт. Дальше я не знаю что. Именно он нереально широкий по ширине, короче. И сейчас многие побросали трейлера. И потому что у нас сегодня, во-первых, суббота. Во-вторых, в понедельник у нас праздник. И некоторые получают пермиты и разрешение только праздник ехать. Вот я стою между двух красивых оранжевых коробок. Вот эта коробка 15,8 высотой. И она идет в то же самое место. Огайо. В восточную часть Огайо. Близко с границей с Пенсильванией. И высота 15,8. Всего лишь на 3 дюйма ниже, чем та катушка, которую я в прошлый раз тащил. И это не какие-то 150 миль по юте, а им нужно серьезно, короче, ехать через все эти штаты. Какие штаты? Это Вашингтон, Айдахо, Монтана, Саус-Дакота. Дальше идет кусочек Вайоминга. Дальше идет Айла. 20-е Уэска. Там между интерстейтами. Потом Иллинойс, Индиана и Огайо. И все это объездами надо ехать. Вот он, я стою. А чувак, который справа от меня стоит, он, короче, такой, пообщался сейчас с ним. Вот он мне и про маршруты рассказывал. Такой отставной, матерый дальнобойщик. Дальнобойщик, ну, и армеец, короче, из армии. Много где побывал, в том числе в России, там и сям, в разных местах. Интересные вещи рассказал, да. Дальше, короче, по диспозиции груза. Получается, что у меня, как всегда, я неравномерно его расположил. Ну, во-первых, груз состоит из двух коробок. Задняя коробка чуть пошире, и она подлиннее, чем передняя коробка. И такие вот вещи происходят. 11,4 ширина еще расскажу. Такая немалая, надо сказать. Ну, и сейчас что, я буду... Ну, то есть, неправильно расставил коробки. То есть, у меня вот тут... Спереди чуть-чуть места осталось. Сейчас надо было вплотную вперед его ставить. Как раз чувак там работает, не хочу ему мешать. И вот тут бы побольше места осталось, и тогда бы... Вот это, ну, как бы, меньше была бы загружена вот эта ось. То есть, в очередной раз, уже в четвертой, я уже не угадал по весам. Отсюда какая дальше план действий. Нужно сбросить эту ось на землю. Можно вызвать эвакуатор легковой. Но пока он приедет, пока-то все. Я хочу не иначе, как зацепиться вон за контейнер, цепью. Немножко двинуть вперед. И аккуратно сбросить его на покрышки, что ли, на резину. Чем я сейчас и буду заниматься. А потом уже в планах заехать к товарищу в Сиэтле здесь. И с ним тоже запилить интересный видосик. А ближе к вечеру, то есть часов через 12, может чуть больше, нужно мне проехать два штата. Вашингтон и Айдахо. Вот такие планы, дорогие друзья. Так, вот прикурился цепью к контейнеру. И сейчас при движении вперед. Так, кстати, надо пины повытаскивать. При движении вперед что будет? Надеюсь, все будет по кайфу. Ну, надо еще пару колес подставить под это уже, когда она чуть приподнимется, чтобы при падении оно куда-то на колеса отыграло. Так, пока и к сторону. Также нужно провода высвободить. Это провода идут между трейлером и откидной лосью. Ну, тысячу миль ехал не на шести, не на пяти осях, а на четырех. То есть, не знаю. Судя по тому, быстро очень мне ее подняли. Буквально там 20 минут. Ну, и сейчас час займет, наверное. Так что оно того стоит. Ну, если там серьезные мили едешь, как бы да. Само собой, за 100 миль оно того не стоит. Вот я, допустим, на трех осях вез эти катушки. Даже не было ни времени, ни желания даже ту ось подвешенную поднимать, вывешиваемую. Что, тут какие-то странные обороты дают вообще. Куча резинок я тут наплел. Оборотов, что ли, пойти поднять. Все. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Пацаны, свистните, короче, там, на ютубе, когда цепь натянется, чтобы я слишком не ушел вперед. Так, руль надо вправо вывернуть сейчас чуть. Видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, а где у нас тут воздух? Вау. Так, значит сюда. Это аварийный воздух. Сначала одеваем красный кабель. И после этого... Что? Ой, ай, колено. Опускаем в него воздух. И сразу подушки накачаются. Попробуем. Вау, что это было. Ну, короче, недостаточно воздуха в системе. Хотя, почему недостаточно? Ну, ладно. Накачка пойдет, думаю. Так, это у нас синий кабель. Ну, это электрокабель один. Тут не просто три кабеля. Тут какие-то странные такие кабели. Опа. Так, все. Электрокабель соединил. Вот теперь вот это кабель, который тормозит. Ну, воздух подается в тормозную камеру, и колодки прижимаются к ротору. Его мы делаем сюда. Вот это маленький еще какой-то кабель. То есть, то ли там световая сигнализация, то ли АБС, то ли еще что. Я не знаю, но гнездо для него имеется вот здесь. Прям коленями по металлу. Так, все. Вот он вошел. Замечательно вошел. И что еще теперь? Остается вот это два вот таких. А, вот это и будет на подушке. Причем один остается висеть, потому что здесь глухое, ну, то есть открытое гнездо, просто без шланга, без ничего. То ли запаснушка, или то ли что там. Сейчас методом тыка будем проверять, какой из них, вот эти кабеля, какой из них рабочий, какой не. Просто. Ага. О, подушки пошли. Все. Подушки пошли. Силовые пальцы натянулись в отверстиях внизу. Здесь нормально. Все, подушки качнул. Что? А этот остается висеть, да? Или что, я не знаю. Ну все. А, опа! Вот этот не подсоединил еще. Давайте подсоединил. Все. Соединил. Такие вот дележки. Такой вот замечательный трейлер. Теперь вместо 34 тысяч паундов на две оси, я могу уже делать 42 тысячи паундов тех же. Это 20 тонн на 20 тысяч килограмм на трех осях. То есть, а у меня 35 с чем-то вчера показало. То есть, меня бы штрафанули на весовой станции за что? Не за общий разрешенный вес, а за перевес по осям. Вот эти кабеля. Вот он. Раз. Два. Подушки качнул. Три. Сейчас будем проверять световую сигнализацию, как она работает. Ну и стробоскопы, собственно. Эх, два фонаря надо будет где-то достать или купить. Или заехать в магазин какой-то, Тракпро. Ребятки, все замечательно, короче. Вывески обвернул на место. Здесь красные флаги повесил, с той стороны тоже. И по легенде, короче, сегодня уже до 9 вечера нужно выехать. Сегодня суббота, чтобы пройти штат Вашингтон и пройти штат Айдаха. А там небольшой кусочек. И в конце, чтобы въехать в Монтану, нужно до 4 часов воскресенья. Потому что там уже начинается праздничное, как раньше говорили на моем предыдущем месте работы, праздничное несение службы. Праздничный вариант несения службы или что там, как это называется. Все тогда. Сейчас быстренько делаю релиз. Этого видео. И уже до встречи на дорогах Америки. Ждите новых включений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова